МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Эрудит пятерка". АПЛОДИСМЕНТЫ Мы продолжаем нашу игру, цепочку старших классников, которые четыре матча. Первый матч с блеском выиграла команда 69-й школы, команда Ангелина Юровой, которую мы называем Ангелой. И не просто Ангелы, а Ангелы Олега Леенова. Потому что именно Олег Дмитриевич Леенов работает с ними, учит их жизни, ну и заодно помогает интеллектуально-совершенствоваться. АПЛОДИСМЕНТЫ Этой замечательной команде бросила вызов другая. Команда Полины Дубининой. Это 27-я школа. АПЛОДИСМЕНТЫ Эта команда несколько раз становилась призером, один раз же чемпионом города по игре что, где, когда среди школьников. Так что не просто так вам вышел соперник. Итак, Полина Дубинина. Играют они под названием «Горе от ума». Ну, горе и будет сопернику, или горе будет этой очень умной команде, посмотрим. А работает с ними еще один Олег. Олег Еценков. Итак, внимание, начинаем нашу блеф-игру, нашу замечательную «да-нет-ку». Ангелина, кто у вас может сказать твердо «да»? Отличать правду от неправды у нас умеет Катя. Катя умеет отличать? Ух, какая! Как я вам завидую, Катя. Полина, кто твердо скажет «нет»? Владислав. Хорошо. Итак, Катя против Влада. Вперед! Итак, внимание, начнем. Верите ли вы, что в Сингапуре жевательная резинка запрещена законом? Верю. Да, и это очень хорошо сделано, вплоть до уголовной ответственности. На нашей игре она тоже запрещена. Это единственное место, где никто не жует, не хрустит чипсами и не пьет разные газированные напитки. Играем. Верите ли вы, что японская сакура, знаменитая, это та же самая наша вишня? Фальстарт, фальстарт у вас сладо, за этим очень строго следит наш электронный судья, а у Кати есть шанс. Верю. Да, сакура – это одна из разновидностей вишни. И в этом нет никакой тайны для таких эрудированных людей, как участники нашей игры. Верите ли вы, что молнии бьют только из облаков в землю? Катя? Нет. А как они еще могут бить? Не знаю. Из земли в облака? Возможно, все варианты. И из облаков в землю, и из земли в облака, и даже между облаками есть разряды. Так что абсолютно правильно вы не поверили. Продолжаем. Верите ли вы, что крокодилы глотают камни, чтобы лучше нырять? Катя? Нет. Напрасно. Вот был бы я крокодилом, я бы наглотал сейчас камни и занырнул бы на дно, поджидая какую-нибудь доверчивую антилопу. Увы. И заканчиваем. Верите ли вы, что песня «Священная война» была впервые исполнена в 41-м году на Белорусском вокзале? Катя? Нет. В июне 41-го года ансамбль Александрова провожал отправляющихся на фронт бойцов. И над Москвой грянуло. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! Теперь вы это знаете. Итак, блеф, игра закончена. 15-0 в пользу Катерины, в пользу команды наших «Ангелов». Влад пока вышел просто так. Ну, бывает. У нас дуэль игра. Вперед! Эра и пятерка. Старшеклассники. Цепочка. Второй матч. Команды внимательно слушают темы пяти боев дуэль игры. Внимание! Первый бой, ну, мы напоминаем, что в мае 75-летие Великой Победы. И первый бой в каждой из наших четырех игр будет называться «Нам нужна одна победа». Второй бой – «Дороги». Третий бой – «Металлы». Четвертый бой – «Вопросы». И пятый бой – «Звезды». Это о вас, небось. Итак, у вас пять секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Вперед! Закончили, Ангелы. Горе наше от ума тоже отработало. Ангелина, нам нужна одна победа. Кто не постоит за ценой? Это будет Денис. Денис. О, появился мужик в команде. Встал на место выбывшего бойца, вместо Маши. Полиночка, слушай вас. Победить попробует Николай. Молодец. Итак, Денис против Николая. Вперед! Именно с этих трех слов начиналась песня «Священная война». «Вставай, страна огромная». Блестяще! Вот внимательный игрок услышал новую, может быть, для себя информацию и тут же ее усвоил. Играем. Политруку Клочкову, одному из 28 панфиловцев, приписывают фразу «Велика Россия, а отступать некуда, позади она». Фальстарт, фальстарт у вас не кладут. За этим очень строго следит наш электронный судья. А у Дениса появился шанс. Москва. И это правильный ответ. Это самый массовый средний танк Второй мировой войны. Т-34. Блестящий ответ. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Надпись на могиле этого солдата. Неизвестно. В Москве, в Александровском саду, могила неизвестного солдата. Блестящий игрой, Денис. И заканчиваем. Имя этого древнерусского князя получил орден за личное полководческое искусство. Да. Три, две. Владимир. Уже неправильно. Владимир, это немножко не оттуда. Александра. А прозвище у него было какое-то? Невский. Александр Невский, да. И я поздравляю вас. Вы принесли первые пять очков своей команде. И общий счет у нас после первого боя. 35-5. Впереди пока 69-я школа. Впереди наши ангелы. Вперед, играем. Итак, дорога к победе уже началась у вас, Ангелина. Кто продолжит ее? Продолжу я. Прекрасно. Полина, у вас? У нас дорогу продолжит Владислав. Итак, Ангелина против Владислава. Владислав, будьте активнее. Я вас верю. Вперед. Дороги. Дороги. По такой дороге двигалась Дороти в стране ОЗ. По дороге из красного кирпича. Золотого. Может, поправите цвет? Спасибо. Ангелина? По дороге из зеленого. Зеленого кирпича. Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной. А дорога была у Баума-Еллоу Брик Роуд. Дорога из желтого кирпича. Продолжаем. Вот они наряду с дорогами. Это одна из двух главных российских проблем. Ведь в России две проблемы. Дороги-дороги. Прекрасно. Сигмунд Фрейд называл их дорогой в бессознательный. Сознательно. Сознательно это дорога в бессознательный. Их называл. Ангелина. В вашей жизни были они. Это сны. Играем. На Аппиевой дороге возле Рима были казнены участники этого восстания рабов. Да. Спартак. Да. Восстание Спартака. Вот был путь из Варяг в Греки. Мимо нас проходил. А вот был древний путь из Прибалтики в Средиземноморье. Он получил название от этого декоративного материала, который добывали именно в Прибалтике. Красивый такой. Там мушки еще в нем встречаются. Янтарь. Янтарь, да. Хорошо. Я поздравляю вас, Владислав. Вы сделали все, что могли. 35-20. Неплохой счет. Следующий бой. Вперед. Третий бой. Металлы. Кто у нас металлург у ангелов? Надя. Надежда. Верю в вас. Вера в надежду. Это хорошо. Полина. У нас второй. Владислав. Ой, у вас металлург Владислав. Итак, Надежда Владислава. Вперед. Итак, Надя против Влада. Начнем с металлами. Счастливое для людей время обычно называют таким веком. Золотой. Конечно, золотой век когда-то был, а сейчас уже все не то. Продолжаем. Белорусский металлургический завод находится в этом городе на Гомельщине. Гомель. Спасибо. Не хватало только нам еще металлургического завода. Жлобин. Жлобин, конечно же. Это и работник металлургического завода, и музыкант, который играет тяжелую руку. Ну? Металлист. Да. Да. Этот металл входит в состав наших костей. Да. Калий. Калий. Вы? Кальций. Кальций. Вот теперь правильный ответ. И заканчиваем. Алюминий, ну и титан, называют летающим металлом именно поэтому. Да. Очень легкие. Ну, и я почему летающий? Ну, пфф. И алюминий полетел. Ну, они легкие, и из них, наверное, делают самолеты, возможно. Не, наверное, возможно, а точно делают, и вы совершенно правы. 45. Надежда, молодец. 35. Ну, Владислав, вообще супер. Следующий бой, вперед. Тема четвертого боя, такая немножко любопытная, обычная. Я задаю вопросы, сейчас мы с вами будем говорить о чьих-то вопросах. Кто будет отвечать на вопросы? Отвечать на вопросы будет Катя. Катя. Прекрасно. А Алину, я так полагаю, вы держите в резерве главного командования. Хорошо, Катя, готовьтесь. Полина у вас. Любознательный Даниил. Даниил любознательный, хорошо. Катя против любознательного Даниила. Вперед. Катя у нас не просто Катя, она своим огнем, как Катюша сметала противника в прошлой игре. Поехали. Вопросы. Задавая вопрос, в русском языке использовать именно такую интонацию? Попросительную. Конечно. Попросительную. Последним вопросом этого знаменитого человека было и ты, Брут. Прошу. Цезарь. Да, Цезарь, умирая, спрашивал своего любимца. Так называется вопрос, не требующий ответа. Риторически. Великолепно. Его главный вопрос звучит так. To be or not to be. Быть или не быть? Шекспира. Ну, у Шекспира была пьеса. Да, была пьеса. И не одна. А кто же герой этой пьесы? Кто же спрашивал, быть или не быть? Вот в чем вопрос. Спасибо. Играем с вами любознательный. Гамлет. Гамлет, конечно. Именно этим вопросом Бильбо Бэггинс выиграл у Голлума кольцо всевластия. Что у меня в руке? Нет, в кармане. Вовремя поправился, я еще не начал комментировать. Что у меня в кармане, спросил Бильбо, и бедняга Голлум проиграл. 55-50 счет практически сравнялся. Вперед, звезды! Кто суперзвезда в команде ангелов? Алина. Верю. Полина, я так полагаю, что звездить пойдете вы. Да. Итак, Алина против Полины. Вперед. Полина! 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 Раз пошли в студии рифмы Алина, Полина, первый вопрос будет о стихах. Товарищ Верень, взойдет она, звезда пленительного счастья. Обещал кто? Какой поэт? Ой-ой-ой. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. А мне рассказывали, что у знатоков, у людей, которые занимаются, что где-то, если нет ответа, нужно... Алина, показываю. Жать на кнопку и говорить, Пушкин! И это правильный ответ. На этот праздник ходят со звездой и поют душеспасительные песни. Прошу. Рождество. Рождество коляды великолепно. Альфа-дракона 10 тысяч лет назад играла на нашем звездном небе роль... А какой звезды? Путеводительный. А вот как она называется сейчас у нас? А, Сириус? А, извините. Алина, может вы догадаетесь? Полина почти подарила вам ответ. А путеводительную звезду называют полярной. Мои интересы по полярной звезде, Полиночка, чуть-чуть вам не хватило. Играем. На красном флаге этой страны одна большая звезда и четыре маленьких. Китай. Китай, да! И заканчиваем. А звезду с таким количеством лучей в магических обрядах называют пентаграммой. Шесть. Шесть. Это сексограмма. Ну... Ладно. Пять. Пять. Итак, Алина пугливая, как серна, как газель, но дает правильные ответы. И 55 очков. Добирает для своей команды Полина. Тоже неплохо сыграла. Но вот чуть-чуть ей не хватает, не знаю, уверенности, здоровой какой-то наглости. Удачи вам. 65. 55. Играем. Вперед. Тест-игра у нас. Наше скоростное централизованное тестирование. Вопросы с вариантами. Посвящено нашей небесной соседке. Луне. Ну, звезды были. Вот Луна осталась. Кто, как незнайка, отправляется на Луну? Ангелина. На Луну у нас отправляется Денис. О, тут туда ему и дорога. Подсказчику. Полина, у вас космонавт. Темную сторону Луны исследует Владислав. Который? Который. Прекрасно. Ой, великолепно. Мы его уже полюбили. Итак, летят на ракете на Луну. Вместо Нейла Армстронга Денис. А вместо Эдвина Олдрина Владислав. Вперед. Советский аппарат, который путешествовал по Луне еще до всяких там американцев, назывался. А, луноход. Б, лунокат. Ц, лунамобиль. Да. Луноход. Это правильный ответ. Плюс 10. Посадочный модуль американского Аполлона-11 под командованием Нейла Армстронга прилунился. А, в заливе Радуг. Б, в море спокойствие. Ц, в океане бурь. Б. В море спокойствие. Говорит база спокойствия. Орел сел, сказал Армстрон. Браво, еще 10 очков. Человеком с Луны. Аборигены называли. А, Робинзона Крузо. Б, Миклухо Маклая. Ц, Джеймса Кука. Прошу. А. Робинзона Крузо. Какие там аборигены? Там один пятница, да и тот, в общем-то. Ладно. Это неправильный ответ. Прошу. Три. Ц. Джеймса Кука. На самом деле, человеком с Луны, белым человеком, который не боялся ни стрел, ни копий, ни каких-то угроз, а наоборот помогал туземцам, наш русский путешественник Миклухо Маклай. Теперь вы это знаете. Пушкинская Татьяна, увидев молодой двурогий лик Луны на небе с левой стороны, А. Дрожала и бледнела, Б. Шептала и краснела, и Ц. Плевала, извиняюсь, через левое плечо. Ну? Че делала? Ц. Ц. Плевала. Через левое. Представьте нежную, романтическую пушкинскую Татьяну. Фу! Не, не верю. Прошу, Владислав. Б. Шептала и краснела. Что же она шептала? Она дрожала и бледнела. Играем дальше. Солнечное затмение может случиться только А в полнолунии, Б в новолунии и Ц в суперлунии. Смелее. В полнолунии. В полнолунии. Нет, полнолунии – это когда луна вот там вот и освещена полностью. Б. Б в новолунии, когда луна между Землей и Солнцем. Это правильный ответ. В 85-60. Денис показал себя лучшим космонавтом. Ну, а Владислав таким луноходом у нас. Он медленно-медленно, но что-то какие-то камни лунных нам накопал. В 85 у команды Ангелины. В 60 у команды Полины. Играем. Итак, Ангелина, Полина. Мне сейчас будут нужны два человека, которые, ну, во-первых, не дальтоники. Ну, а во-вторых, грамотные. То есть буква, картинка, и нужно назвать, что изображено. Даже если там изображен зевок тигра. Прошу, Ангелина. У нас это Алина. Алина. Прекрасно. Полина. От нашей команды пойдет Даниил. Любознательный. Хорошо. Итак, Алина против Даниила. Вперед. Даниил! 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 Итак, Алиночка, играем с вами. Первый слайд. Буква А. Автопилот. Прекрасно! С вами, Даниил. Баранка. Баранка? Может быть, это бензин? Бензин, конечно. Что тут было думать? И 10 очков на подборе. Вот Алина уже 25 очков принесла команде. Играем. Даниил? Вандализм. Вандализм. Великолепно. 10 очков на подборе. Играем с вами. Георгина. Фу. Геоцинт. Понятно. Я не слышал. Фу. Запах своеобразный. И считается символом, скажем так, домохозяек определенного рода. Это герань. Вот герань. Играем с вами, Алина. Это дума? Это не дума. Ребята, это наш белорусский парламент. Ну, кто они? Депутаты. Конечно. Даниил Играем с вами. Я понимаю, что это твердый знак. И там буква Т должен быть. Но вот как его называли? Алина, может, вы помните? Его называли ЕР. А мягкий знак называли ЕРЬ. Итак, хорошо. Прошу. Это жульен. Да? А может, вы еще знаете, как называется вот то, в чем готовят жульен? Это так уже. Это кокотница на всех ключах. Да, это жульен. Очень вкусное блюдо. Играем. Защелка. Или задвижка. Прекрасная. Алина. Это икра. У меня был большой соблазн поставить красную или черную, но я поставил кабачковую. Это икра. Да. Прошу вас, Данил. Кардиограмма. Итак, зашкаливают у тренеров, у обоих Олегов кардиограммы сейчас. И пульс, и давление, потому что решающая игра. Алина. 140. Данил, любознательный, 110. Небольшое расстояние для риск игры, который сейчас, собственно, и наступит. Риск игра, вперед. Я знаю, что Ангелина Юрова никогда ничего не оставляет на волю случая. Она всегда берет судьбу в свои руки. Ну и обычно это судьбе нравится. Ангелина, я понимаю, на риск игру идете вы? Да. Прекрасно. Полина, вы не настолько еще храбры? Нет. Кого отправляете? Она испытает удачу Николай. Итак, Ангелина против Николая. Вперед! Итак, внимание, внимание, начинаем. Правильный ответ. Плюс 20, неправильный. Минус 20, молчание, ноль. Играем. Нам нужна одна победа. Первый у нас был бой. Итак, внимание. Был парад победы. И по площади красной прошел так называемый золотой квадрат. Какая награда была у каждого солдата в этом квадрате на груди? Да. Героя Советского Союза. Этот квадрат был составлен из героев Советского Союза. Великолепно, Николай. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вы знаете, что путь из Прибалтики в Средиземноморье – это янтарный путь. Путь из Варяг в Греки тоже знаете, о чем речь. А вот дорога из Китая в Индию и Переднюю Азию называлась… Шелковый путь. Все? Да, шелковый путь. Великий шелковый путь, да. Металлы. Вот на Олимпиадах такие медали вручают, а в школе почему-то нет. Золотые. Серебряные. И не только серебряные, а еще и бронзовые не вручают. На всякий случай. Шутка. Почему матросы не играют в интеллектуальные игры? Ответ тоже шутливый. Ответ вы все знаете. Почему же матросы не играют в интеллектуальные игры? У матросов поздно, Николай. У матросов нет вопросов. Играем. Решающий вопрос. Решающий вопрос. Тема «Звезды». Ответ одно слово. Такую звезду вручали героям Советского Союза. Прошу. Пятиконечную. Понятно. Нет, не согласен. Не принимаю ответ. Минус 20, к сожалению. Тишина. Медаль, кстати, так и называлась. Три. Будете же? Две. Одна. Ну. Герой Советского Союза. Одно слово я просил. Поздно. Минус. Ребятушки. Медаль героя Советского Союза. Так и называлась. Золотая звезда. 140, 130 и золотую медаль Олег Новымыч сейчас достанет из кармана и повесит на шею Ангелине Юровой. Вернитесь на места. Победа команды Ангелины Юровой и ее друзей. Победа команда тренера Олега Лейнова. Ну, а что будет дальше? Посмотрим. Наша цепочка еще продолжается. Что еще мне сказать? Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова